Вы знаете, самый частый вопрос, который мне сейчас задают, пишут в личку, ну вы, в смысле, пишут, это почему моих интервью больше нет на канале Курбанова Live. И я, честно, пытался эту тему как-то замолчать и замылить. Это невозможно, потому что, как выяснилось, когда ты что-то о чем-то молчишь, то возникает теория заговора. Я такого уже о себе узнал, дорогие друзья, что мы с Курбановой разошлись во взглядах на план победы, на членство в НАТО, что мы с ней развелись, и поэтому больше не можем вместе давать интервью друг другу и так далее. Но все, конечно, не в этом дело. И давайте я в воскресенье расскажу. Больше не пишите мне писем об этом. Извините, я в воскресенье на стриме все честно расскажу, потому что наверняка у вас будут дополнительные вопросы. Ну а как без этого? Простите, нервное настроение, потому что слишком долго бабахало, шмандабахало у нас тут в Киеве. Есть повреждения жилого дома, но, к счастью, вроде бы в Киеве, по крайней мере, никто не погиб, хотя не могу этого сказать о других областях. Дойдем мы, конечно, до положения дел на войне, но начну с радость этой новости. 33-й или 34-й. 33-й или 34-й. Вот такой будет номер Украины в НАТО. 33-й или 34-й. Об этом сообщил не кто-нибудь с Бугра, а новый генеральный секретарь НАТО, Марк Рюта. Украина будет 33-м или 34-м членом НАТО. Возможно, перед ней вынырнет кто-то другой, но Украина будет членом НАТО. Это уже решено. Вот так вот. Это представляет себе генеральный секретарь НАТО. Столтенберг мог такое сказать в свою каденцию? Ой, не мог. Ой, не мог, Алина. Не мог сказать Столтенберг, что Украина будет членом НАТО, что это уже решено, и что она будет либо 33-м, либо 34-м. И вот с 1 октября у нас новый генсек, и вот такая новая генеральная линия НАТО. Когда Столтенберг встретил 24 февраля, танцуя на сцене и приговаривая, ой, только не надо, может, как-нибудь обойдется 24 февраля 2022 года, все потешались над НАТО, смеялись над НАТО. И вот какой длинный путь мы с вами, дорогие жители Украины, прошли за 2,5 года. 2,5 года назад в НАТО говорили, что, слушайте, может, мы вам касок дадим или уколов уколоться и забыться. А сейчас генеральный секретарь НАТО говорит, что Украина точно будет членом НАТО, что этот вопрос уверен. Мало того, что она будет либо членом НАТО номер 33, либо номер 34. Я понимаю, что за все этим замыливанием, за всей этой кашей разговоров вокруг НАТО, мы как-то забыли об этом, мы забыли о главном, что это неимоверное политическое достижение Украины, украинского народа, украинских военнослужащих, украинской армии, украинских политиков в меньшей степени, но в большей степени, конечно, украинского народа и украинской армии. Неимоверное достижение, повторяю. Просто оцените, что произошло. 2,5 года назад, какое НАТО? У нас там население сомневалось, да, ну, чуть небольшой перевес был тех, кто за НАТО, по сравнению с тем, кто против. На саммитах нам говорили, отойдите, ребята, отойдите, не мешайте. А у нас там очередь из Албании. Сейчас нам прямо об этом говорят. Ну, вдумайтесь, я прям, чего я так затягиваю сейчас эту паузу, да, махатовскую. Вдумайтесь в это. И только дальше можем перейти к тому, чтобы, к менее серьезным вещам. Что кто ж там у него, интересно, вынырнет кто-то другой. Сейчас все русскоязычные СМИ, российские в смысле, обсасывают вот эту фразу Рютте, Марка Рютте, что кто-то вынырнет, вынырнет. Но обсасывает на другое, что мы точно да, мы точно да, и мы точно следующие, максимум через один. У вас здесь, вы последний? Да, тут один мужик еще отошел, вот мы сразу за ним будем. Ну, чтобы убрать и эту интригу, кто там может вынырнуть, вариантов два. Это либо Босния-Герцеговина, которую очень хочет принять Турция, но там страна фактически раздвина на две части, и как бы де-факто не имеет централизованного управления. Юридически имеет, фактически не имеет. Поэтому и очень трудно принять в НАТО. Там половина страны контролируется Россией, в каком-то смысле, в значительном. Вот этот Республики Сербской, президент Республики Сербской, который ездит бесконечно по российским форумам, это вот половина Боснии-Герцеговины. Второй кандидат – это Косово, я считаю. Такой страны нет. Сразу вам скажу, это оккупированная территория, территорию, которую НАТО как раз-таки оккупировало у Югославии, тогда еще и Югославии, еще эта часть должна была бы, ну, юридически принадлежит, конечно, Сербии, с точки зрения любого международного права. Потому что по международным законам это часть территории Сербии. НАТО пришло туда, чтобы остановить геноцид, а потом забыло уйти. Прямо повело себя в стиле советских войск 1945 года. Пришло освободить, значит, жителей Косова от геноцида, а потом забыло вывести войска. И решило прогласить там независимость. И вот теперь болтается это Косово, значит, и хочет вступить в НАТО. И может быть, что добьют, доконают, дошатают Сербию, чисто экономически заставят ее признать Косово как независимость, и тогда в НАТО примут в тот же день. Вообще, вот НАТО, в тот же день Косово в НАТО, я думаю, окажется. Да. Но мне не хочется этого, сразу скажу, потому что мне хочется, чтобы соблюдалось международное законодательство и территориальная целостность всех стран была восстановлена. Не хочется быть следующими после Косово, так себе, да? Украина сразу после чего, кого, после несуществующей страны, нехорошо. Так что давайте напряжемся, будем 33-м членам НАТО. Давайте напряжемся, это я не нам, не украинцам. Украинцы уже напряглись как могли. Впереди, как говорится, справедливо, Зеленский, шмыгаль, тяжелая зима. Напрягаться должно НАТО, а не Украина. Ну, а в это время Россия наносит ответный удар Портянка. Они наносят ответный удар Портянкой. Надеюсь, среди моих зрителей, ну, я, собственно, смотрел, что большинство людей среди зрителей канала Штельман должны помнить, что такое Портянка. Я сейчас не про ту тряпочку, которую наматывали на ногу перед тем, как вставить ее в сапог в Советской Армии, а Портянка как наука. Кто-нибудь вспомнит, что это? Ну, не знаю, как у вас называли. У нас в Ленинградском политехническом институте словом Портянка называли предмет история КПСС. Портянка. То есть, как бы, история партии. Был также термин кирпич. Это учебник по истории партии. Вот такая толстая серая книга. Эдакая Дзебау, которую нужно было фактически выучить, чтобы сдать экзамен. Я сдал на пять Портянку, историю КПСС. Не помню. Помню, на первом курсе сдавали эту историю КПСС. Потому что дальше сдавали еще марксистско-ленинскую философию и политэкономию социализма. Но это, как бы, каждый следующий год. Чем дальше, тем больше. И вот в России решили все это прямо, да. Медведев Дмитрий Анатольевич, значит, заявил, что надо создать учебник по истории партии. Учебник истории партии в России снова появится. Ну, конечно, есть нюанс. Партия теперь не коммунистическая, а партия Единая Россия. И у нее будет учебник. Представляете, во всех институтах, университетах России теперь вместо науки будут изучать историю партии. Этакая русская рухнама, как сказал бы вам любой туркмен. Видимо, кстати, вот, я думаю точно. Путин же на прошлой неделе съездил в Туркменистан, в Ашхабад. Я говорил, зачем ездил? Изучать опыт туркмен-баши. Что сделал туркмен-баши сначала? Написал книгу «Рухнама» и сказал, что остальные все книги надо туркменам запретить, оставить только рухнаму, как у хасидов Тора, да? Вот теперь россиянам будут разрешать читать только историю партии Единая Россия. Все остальные книги в России, я думаю, скоро запретят, как только напишут учебник истории Единой России. Но, правда, Медведев допустил некоторый даже оппортунизм легкий. Что он сказал? Надо этот учебник писать корректно и писать, исходя из лучших традиций написания исторических книг. Чтобы потом не было мучительно больно за написанные строки, не приходилось искать что-то в других источниках. Потому что, упомянув советский учебник по истории КПСС, то есть по портянке, Медведев сказал, что Троцкого там описывали как злейшего врага ленинизма. Можно по-разному относиться к фигуре Троцкого, но она не исчерпывается этой формулировкой, указал председатель Единой России. То есть в его представлении, это вот чистый оппортунизм, в учебнике истории КПСС, то есть в портянке, Троцкий должен был быть описан как разнообразная личность, как человек, который выиграл гражданскую войну и так далее, и так далее. А не только как уклонист правый и, соответственно, жертва ледоруба. Ну, я тогда отвечу, Дмитрий Анатольевич, да, придется, от имени другой жертвы ледоруба придется ответить. Дело в том, что если вы напишите действительно, вот как вы сказали, в традициях, в лучших традициях написания исторических книг, напишите историю партии Единой России, то вам придется признать, что хотя сейчас на носу, сейчас прошло 19 съездов партии Единой России, но первый-то съезд, партия называлась-то по-другому, партия называлась блок Единства, правильно, потом приаменована была в Единую Россию. Ну, это нормально, это как с КПСС. История КПСС, но ведь она до этого была ВКПБ, правильно, а не сразу КПСС. А сначала вообще РСДРП, потом РСДРП-Б, потом ВКП-Б. Первый съезд, как вы помните, ну, в классической истории КПСС, это был первый съезд РСДРП в Минске в 1901-м, потом, потом 1903-го года, по-моему, второй съезд, она еще была РСДРП, а потом переименована ВКП, ВКП, Всероссийская коммунистическая партия. И потом добавилось, а, РСДРП-Б, а потом уже ВКП, Б добавилось, по-моему, в Лондоне на третьем съезде, когда раскол был на большевиков, меньшевиков. И вот тогда получается, что сейчас, на Пися, Пися, про Медведева это можно говорить, это слово нельзя говорить в русском языке, но про Медведева можно. Пися учебник по истории Единой России. Стоит вспомнить, что организатором партии Единой России был никто иной, как Борис Абрамович Березовский, который придумал название партии Единства, там чуть ли не, я не знаю, кто придумал символ Медведь, но точно он придумал, кого включать в первую там десятку. Всех этих Валериев-Комиссаровых, Буря, нет, Александров-Буратаевых, то есть всяких телеведущих с его же собственного канала ОРТ он туда направил эту партию. Партию Единства создал-то Березовский для Путина, но Березовский создал. Так что придется вам написать основатель партии Единая Россия Борис Абрамович Березовский. Так вы хотели, товарищ Медведев? Вы укажите там, товарищ Медведев, кто рядом сидит, я знаю, что вы меня сейчас смотрите, что это политическая близорукость. Ведь его назовут политической проституткой после такого, за то, что он вот этого современного Троцкого, то бишь Березовского, приказал включить в учебник истории партии Единая Россия. А без этого учебник будет неполным. Без этого учебник будет неполным. Ну и, конечно, когда я стал уже сам, я подумал, хорошо, надо быть первым, лучшим учеником, раз уж Медведь приказал. И я решил посмотреть, а в чем там история партии Единая Россия, зашел к ним на сайт. И выяснил, что было у них ровно 19 съездов партии Единая Россия. 19. То есть, что следующий по счету съезд, который пройдет 14 декабря, вот сейчас, 14 декабря 2024 года в городе, псевдогороде псевдогерой Москве, будет 20 съездом партии Единая Россия. Вы знаете, словосочетание 20 съезд у любого более-менее интеллигентного человека, даже у меня, вызывает всего лишь одну ассоциацию осуждения и разоблачения культа личности. На 20 съезде КПСС он этим, собственно, и запомнил, запомнился, Хрущев выступил с закрытым докладом о культе личности и его последствиях. И дальше, вот все, что мы знаем в культуре о разоблачении культа личности, в кинематографе, в песнях, вот есть даже песня Галича, там есть, мне кажется, что ее распечатку неправильную. Кум, когда созвал зэков и сообщал о 20 съезде КПСС, вот если вы найдете в письменном виде это, то там был, сказал он, говный съезд славный нашей партии. Вот он обратился к зэкам, руководит, как этот охранник, да, главный, начальник охраны. Но, по-моему, он сказал, я слушал кассету исполнения Галича, был, сказал он, ровный съезд славный нашей партии, ровный съезд, 20 съезд, КПСС, на котором разоблачали культ личности Сталина. Ну, это попахивает прям провокацией, товарищ Медведев, это получается, вы хотите сказать, что 24, 14 ноября начнется съезд, на котором будут разоблачать культ личности товарища Путина, что ли? 14, а, 14 не ноября, декабря, 14 декабря будет 20 съезд, и там будет разоблачать Путина. Такая себе политическая позиция. Да. Хотя у меня тоже позиция. Я вообще даже сгоряча вот так возбудился над портянку, забыл вас попросить подписаться. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Штельман прямо сейчас. Вы же не пропустите стрим в воскресенье, вы же уже не хотите его пропустить. У вас же уже капает слюн от любопытства, правильно? Чтобы не пропускать ни стримы, ни выпуски на канале Штельман, ни Штельман за сегодня, ни Штельман за неделю, сам простой способ это просто взять и подписаться на канал Штельман прямо сейчас. 525 тысяч у нас сейчас здесь, на этом канале. Хорошо. Ну и лайк, конечно, поставьте тоже этому видео. Вот интересное сообщение выдала в своем фейсбуке одна моя френдесса фейсбучная. Значит, что до чего еще дошли в России, кроме восстановления вот этого? Они же восстанавливают Советский Союз, да? И вот Мария Захарова, которая из МИДа сказала, в 1958 году русский и советский писатель Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. В январе 2015 года это сообщение МИДа России. В январе 2015 года ЦРУ рассекретило порядка сотни документов о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Подтвердилось, что в принципе то все и так знали. ЦРУ активно способствовало продвижению этого и подобных произведений им это было выгодно. То есть, по мнению Марии Захаровой, ЦРУ наградила Бориса Пастернака Нобелевской премией по литературе. И вот эта френдесса моя пишет, то есть скоро Пастернака опять запретят. Но действительно, раз ввели историю КПСС, надо обратно запрещать всех, кто выступал против этой истории. То есть, всяких там Пастернаков-то придется запрещать, всяких там Бродских и так далее. А уж Солженицына надо сжечь его могилу. Ну а что еще сделать, раз ее нельзя, раз пять. Ну вообще, мне кажется, что история как будто откатывается назад, туда в те времена жуткие, в те времена огромные, теперь почти былинные, когда сорока огромные брели в этапы длинные. И вот об этом заговорил, вы не поверите, премьер-министр Словакии Фицо вдруг заговорил об этом. Значит, я вам уже сказал до этого про то, что нам Рюгге, Рютта, простите, сообщил, что мы вступаем в НАТО, что это такая радостная новость, и вот вдруг вчера же, то есть сейчас количество, ребят, сейчас количество спекуляций вокруг нашего вступления в НАТО, неожиданного заканчивания войны, там, неожиданные договоренности с россиянами, просто зашкаливают, просто зашкаливают, какая-то вихрь, буря, буря мглое небо кроет. Значит, Фицо, премьер-министр в Словакии сказал, вероятность завершения войны в Украине в короткий срок очень высока. Типа шшшшшшшшшшшшшшша. Я, говорит, ожидаю, говорит Фицце, что завтра можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО. То есть по мнению Фиццо, то, что нас приглашают в НАТО сейчас, это, и заметьте, тут только что говорили Словакия категорически против. Вон три дня назад говорили Словакия не допустят. А сейчас он говорит, что наоборот примем, Фитца говорит. Но он видит в этом сигнал к окончанию войны. Фитца прогнозирует Украине второй Мюнхенский сговор, в результате которого Украина потеряет территории. Читаю. Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. Я боюсь, что Украина станет жертвой. Так же, как мы, то есть Словакия, ну, Словакия в тот момент, стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю, сказал Фитца. Мюнхенское соглашение, кто не помнит, подписано было в 38-м году французами Великобритании, Италии и Германии. По нему Чехословакия должна была уступить нацистской Германии огромные территории. Фитца считает, что президент Владимир Зеленский должен готовиться к чему-то подобному. То есть, с одной стороны, Фитца говорит, значит, мы получаем согласное наступление в НАТО, с другой стороны, вашу территорию разделят, и это говорит Фитца. Вы что, действительно думаете, что россияне поддержат мирное соглашение и отдадут Крым и Луганск? Спросил Фитца членов своего там какого-то комитета. Вполне вероятно, что Украина станет жертвой великих держав, но это так и будет. Мне очень жаль, но пока что они издеваются над Украиной. Они воюют до последнего украинского солдата. Обеспокоился вдруг чем-то Фитца. Да, говорит, Россия нарушила международное право, говорит Фитца, но реальность есть реальность. Я сижу и понимаю, что внутри его текстов содержится огромное количество внутренних противоречий. Но это сейчас не критика Фитца ни в коем случае, вы не подумайте. Смешно было бы критиковать Фитца. Зачем? Вот еще одна его фраза. Это будет очень больно, и мне интересно, какой смысл было убивать 100 тысяч человек с обеих сторон. Ну, стоп, 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 товарищ Фитца. Вы все-таки давали нам оружие, и вы, наверное, понимаете, зачем мы уничтожили 100 тысяч человек с той стороны. Зачем было уничтожить 100 тысяч россиян? Любому цивилизованному человеку должно быть ясно. Тем более не 100, а 200. 300, 600 тысяч россиян. Это-то ясно зачем. То есть вы можете задаться риторическим вопросом, зачем было терять жизнь украинцев. Тут есть что обсуждать, может быть вполне. Но зачем уничтожать россиян? Ну, товарищ Фитца. Ну, давайте не будем кривить душой. Вы понимаете, что агрессор должен быть всегда уничтожен, когда он зашел на чужую землю, и вы признаете Россию агрессором. Так вот, это была вообще не критика Фитца ни разу. Это был разговор о том, что, может, действительно что-то назревает. Слушайте, я сейчас прямо дальше буду вам нагружать и нагружать всякой ерундой. На президентских выборах в США две с половиной недели. Ну, точнее, две недели и два дня. Сегодня опять очередные опросы, которые показывают, что ни у кого нет преимущества. Ни у кого. Все ровно. Камала Харрис ночью дала интервью Fox News. И оценки противоречивые, но главное другое. Главное, что все ровно, никто не знает, кто победитель. Ну, кроме Штремана, конечно. И вот в связи с этим надвигающимся, то ли миром, то ли как это, то ли война, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны, Вика пишет. Здравствуйте, Михаил. Уже который день хожу, думаю, над вашим вопросом. Как к россиянам будут относиться после окончания войны? Мне часто приходит этот вопрос в голову. Так вот, к сожалению, будут относиться так, как сейчас в Турции. Сейчас объясню, говорит. Я давно работаю в туризме, пишет Вика. И сейчас, несмотря ни на что, мамочки пытаются вывезти детей на море. Это мамочки из Украины. И я в их числе. Жить хочется сейчас, а не после победы. Так вот, раньше, говорит, задавали вопрос про пляж, питание, аквапарки. А сейчас самый часто задаваемый вопрос, а есть отели, где нет россиян? Ранее излюбленные отели Турции сейчас стали для украинцев адом. Там висят на входе российские флаги. Анимация на русском языке. У бассейна играют русские песни. На ужине Катюша. И тысячи тысячи россиян среди отдыхающих. И все им улыбаются. Турки пытаются им угодить. Вы думаете, турки не знают, что происходит у нас прямо сейчас? Знают. Но к ним приехали деньги. Вот так и будет в остальной части мира. Потому что к ним приехали деньги, к сожалению. В Египте, в Болгарии, в Черноморье, в Черногории, там, где русским въезд не воспрещен, так и будет. Редко где их не рады видеть. Это скорее исключение. Мне бы хотелось, чтобы это было по-другому, но в это верится с трудом. Да, это один из огромных вопросов, который будет вставать. А ведь у нас, ну как можно поверить? Я не знаю. Я не готов поверить, что будет подписано сейчас какое-то мирное соглашение. Вот все мне кажется это сказками. Что сейчас будет подписано мирное соглашение. Что сейчас нас прямо примут в НАТО по кусочкам. Все это успеют сделать чуть ли не до выборов президента США. Нет. Слишком много вопросов надо решать. Да и Россия, собственно говоря, никуда не вписывалась и не подписывалась. Вот тем более, что теперь вообще, теперь на пляжах Турции все станет гораздо хуже, потому что певец шаман, наверное, знаете, который поет песню «Я русский», подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда водки «Я русский». Шаман решил делать водку, которая называется «Я русский». И по-моему, еще секс-кукол, которые «Я русский», но это пока менее проверено сегодня. А про водку это точно. То есть теперь водка в России будет называться «Я русский». Теперь мы хотя бы поняли смысл этой песни. Песня шамана пелась как? «Я русский, я иду до конца». Мы думали, что имелось в виду, что он идет до конца на украинские позиции, пока не сдохнет и подорвется на мине и не будет убит в пиведрон. Но нет, он идет до конца, в смысле, пока он не будет лежать под столом русский, он водку пить не перестает. «Я русский». Надо еще слоган тогда. «Чего уж, товарищ шаман». «Я русский» называется водка. Так подпишите внизу. «Я иду до конца». Чтобы все понимали, что вот этому товарищу надо наливать, наливать и наливать, пока не упадет под стол. Это нам только на пользу. Ну, кстати, цивилизованный мир это безусловно на пользу. Но уж смысл бренда «Я русский», согласитесь, шаман, главный патриот России, раскрыл по полной программе. «Я русский, я иду до конца». Оказывается, имелось в виду водка, а не то, что подумали в Государственной Думе Российской Федерации. Ну, а мы наливать будем себе не водку вообще. Мы украинцы. Мы народ совершенно другой. У нас другие ценности. И вот Марина написала мне такое письмо, что я подумал, да, нам украинцы надо держаться вместе. «Добрый вечер, Михаил. Мы украинская семья, временно нашедшая убежище в далеком Уэллсе. Мы открыли свой бизнес». Извините, обратите внимание, убежище в Уэллсе. Открыли свой бизнес. И дальше Марина пишет название этого бизнеса. «Сквизинг». Вот, Марин, я честно первый раз, когда прочитал, я подумал, что что-то такое сейчас будет. Не знаю, можно ли про это вообще вслух говорить. «Сквизинг». Это бизнес считает, сейчас можно «сквизинг». Но оказалось, «сквизинг», кто еще не знал раньше, это фреш-бар по производству свежевыжатых соков. Фреш-бар по производству свежевыжатых соков. Ну и дает она на свое «сквизинг-кафе», ссылку в Инстаграме, Марина, и будет скидка 20% подписчикам канала «Штурьман». Теперь в далеком Уэллсе, в «сквизинге». Так что заходите, размещу ссылочку на Марину внизу где-то. Да, спасибо, Марина, порадовали словом «сквизинг». Век живи, век учись. Вот понимаете, шаман, мы русский, мы пьем до конца. Марина Уэллс, «сквизинг». Есть что сравнивать, есть что сравнивать. Мы точно не один народ. И еще одно доказательство того, что не один народ. Вообще сегодня начался выпуск с такого «Россия – город контрастов». Ну, действительно, такое настроение, что Россия – город контрастов. Я всю неделю развивал тему про русский футбол очередной. Точнее, вчера я так подробно про это поговорил, про то, что Станислав Черчесов, тренер главной сборной Казахстана, отказывается признавать существование казахского языка. Когда ему на пресс-конференции тренер сборной Казахстана задает вопросы на казахском, он начинает оскорблять, грязно оскорблять журналистов, ругается с ними. Первый раз ему вынесли какое-то предупреждение, выговор и так далее, потом он извинялся. И вот сейчас, когда ему задали вопрос на казахском, он ответил по-русски, «Ты что, по-французски со мной разговариваешь?» Закричала это вот Черчесов, это Черчесов. Ну, нельзя, понимаете, цивилизованная страна, Казахстан, не должна нанимать себе тренером человека из России. Ну, к тому же, доверенное лицо президента Путина и весь этот путинизм, и все вот это вот, вы же понимаете, кто это такой, да, этот Черчесов, орденоносец российский там и так далее. И вот, значит, там возник конфликт вокруг этого. И вчера сообщили, сообщил это президент Федерации футбола Казахстана атлет Берменкулов, что Черчесов наказан, что ему выпресан штраф за то, что он оскорбляет казахских журналистов в Казахстане, будучи тренером сборной Казахстана. Ну, мне кажется, вот это вот нельзя, с ними цацкаться нельзя. Друзья мои, в Казахстане, вы там как-то объясните своей федерации, что вот это очко Черчесова, которое он добыл в неравных боях, он в четырех матчах одно очко всего, ноль забитых голов. То есть, такой тренер, который нахрен не нужен, так он же вас еще за ваши казахские деньги, за деньги наукоплательщиков, он вас там оскорбляет постоянно по национальному признаку, утверждая, что вы как бы не до народ, раз у вас не до языка. И вы знаете, когда Черчесова вынесли вот за это выговор, что мне кажется просто смешное наказание, не знаю уж, кто там его продвигает его кандидатуру и пытается его удержать, то пустилась вся русская общественность России на защиту Черчесова. Выставила, значит, бывший капитан, нет, бывший футболист Спартака из сборной, Советского Союза еще Евгений Ловчев. Он говорит, что Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана. Я его хорошо знаю, он человек с характером. Понимаете, там в Казахстане, как и в большинстве постсоветских республик, беда с футболом. Они, если одну игру выиграют, это успех для них на несколько лет. Прикиньте, да, в России вообще нет сборной по футболу, она играет только с Кубой, другие не приезжают, к ним отказался приезжать Пакистан, Пакистан, 196-я команда в мире, отказался ехать в Россию, чтобы не позориться. А Ловчев говорит, у них там, в бывших советских странах все несерьезно. В следующем чемпионате мира, например, будет точно играть, ну, уже с 90% вероятностью, будет играть Узбекистан на чемпионате мира по футболу. Россию не допустили даже до отгора. Дальше, говорит, сборная Казахстана никогда не выходила на чемпионат мира или Европы. Там невысокий уровень футбола. Главная задача тренера это собрать игроков и выставить их на поле. Главное, чтобы они были. Вот вы понимаете отношение россиян к соседним странам? То есть они считают, что у них настоящая страна, якобы Россия. А там что эти казахи, что они там умеют? Вот цитируйте, переводите на казахский. Рассказывайте об этом в Казахстане. Вы должны сформировать, дорогие, у меня просто из Казахстана очень много зрителей. Сформируйте в Казахстане четкое отношение к России. Поймите, что такое ваш настоящий враг. Что вот это ваш настоящий враг. Люди, которые с презрением к вам относятся, по-нацистски относятся к вам. Даже как к нам, даже как к украинцам. Просто как чистые нацисты. Они относятся к казахам и к другим своим соседям. Вот вам. То, что я вам процитировал, это явное доказательство абсолютно чисто нацистской ненависти россиян к соседям и пренебрежения. Они вас считают унтерменшенными, недочеловеками. И вы, кстати, многие знаете. Мне ребята, многие из Казахстана рассказывают, что раньше ездили в Россию, сейчас не ездят, потому что там к ним относятся как будто типа... Ну вы поняли. Какие-то россияне, в смысле, кто. Вот, кстати, премьер-министр России Мишустин, но это смешно, как на заказ. Поехал с визитом вчера, не угадаете куда? В Пакистан. Ну, куда пускают, туда и ездят премьер-министр России. Вот пустили в Пакистан. Но это почему меня насмешило? Пакистан отказался ехать в Россию играть в футбол, так россияне хотя бы поздали своего премьер-министра в Пакистан в ответ. Может, хоть какие-нибудь пакистанцы с ним согласятся разговаривать. А еще вот эта самая великая Россия, которая так пренебрегает своими соседями и считает, что в Казахстане прям ничего нет, дикари и так далее. Россия попросила Казахстан помочь с самолетами для внутрироссийских рейсов. Министерство транспорта России ведет переговоры о привлечении авиакомпании Казахстана к перелетам внутри России. То есть им, россиянам внутри России не на чем летать. У них самолетов нет, потому что ворованные все самолеты. Ворованные самолеты не обслуживаются. И они просят казахские авиакомпании, там Астана, Air есть компания, я помню, еще какие-то, прийти в Россию и летать между российскими городами. То есть постепенно забрать себе российский рынок, потому что сами они летать не умеют. Так рожденный ползать летать не может, зарубите на носу товарищи из российского Минтранса. Никто вам летать не разрешил. Сейчас и не разрешил после войны, пока не выводят все репарации и не оплатите все эти самолеты свои. А как вы думаете? Продолжаем теорию заговора. Продолжаем теорию заговора. Значит, Байден вчера позвонил Зеленскому. На прошлом деле Байден не приехал. Смотрите, какая интрига. На прошлом деле Байден не приехал. На это сказал, что приедет. Уже выяснилось, что 19-го. То есть послезавтра почему-то в шаббат, в субботу. Хорошо. Байден будет в Германии встречаться со всеми лидерами главными европейскими. С премьером Великобритании, с президентом Франции, с канцлером Германии. И я сказал, а может Зеленский подлетит? Ну раз подскочит, уже все равно. Что? Уже же собирались на прошлой неделе встречаться-то, да? И вдруг Байден, может это он откупиться попытался. Позвонил Зеленскому, он сказал, можно я деньгами? Деньгами. И выдал 425 миллионов долларов военной помощи. Вчера. Специально позвонил Зеленскому ради этого. В этот пакет 425 миллионов долларов войдут боеприпасы Доносамса и Хаймарса, ракеты Рим-7, зенитные ракеты Стингер, боеприпасы класса Воздух-Земля, но это для самолетов наших F-16, 155 миллиметров, 105 миллиметров, снаряды, ракеты класса комплекса ТОУ, противотанковые комплексы Дживелин и АТ-4, транспортные средства типа Хаммер, стрелковое оружие и так далее, и так далее. Интересно. То есть вместо этого решил дать деньгами, что ли? Сейчас мы еще дальше продвинемся в этом. Сейчас, чтобы не забывать, чтобы мимо не проходить, значит, Украина при этом получила от Канады сегодня же 300 миллионов долларов, об этом сообщил Ленис Шмыгаль, 300 миллионов американских долларов, 400 миллионов канадских, но это чисто экономическая помощь. Швеция сегодня выделила, 30 миллионов выдала на восстановление энергетики. Это просто, чтобы всех наших донаторов одним списком огласить. Значит, а сам Зеленский сегодня поехал в Брюссель. Я что говорил, что на этой неделе Зеленский, по идее, на прошлой у него не получилось закончить свой визит встречи с Байденом, он, по идее, должен организовать визит такой на этой встрече, на этой неделе, мне так кажется. Если в этом нет какого-нибудь предвыборного американского подвоха. И вот Зеленский сегодня неожиданно вылетает в Брюссель и сообщил, что еще на пути в Брюссель будет специальное заседание Европейского Совета. Действительно, заседание Евросовета прошло, и там наши доложили, ну, Зеленский, естественно, доложил план победы, ну, и дальше уже встреча с Шарлем Мишелем, с президентом Европарламента, Мицолой, с главами политических групп, а также будет встреча с Марком Рютт и генсеком НАТО. Ну, генсек НАТО, как мы знаем, сообщил, что мы очередной этот, очередной член НАТО 33 или 34, и второе, что он сообщил, что он в целом одобряет план победы, но есть детали, которые нужно обсуждать, которые вот так напрямую одобрить нельзя. Окей, принимается. Принимается. Мне еще не терпится к одной теме приступить, но мне еще надо какие-то обязательные программы исполнить. Есть у нас это, Юлия Латынина на сегодня. Юлия Латынина за сегодня. Давно я про нее ничего не говорил, а сегодня она заслужила внимания как раз вот в плане всех этих теорий заговора. Заслужила, правда. Ждите, сейчас расскажу. Сейчас будет, сейчас будет. Подписывайтесь пока на канал Штальман и ставьте лайк этому видео. Дальше. Стало известно, что Рамштайн, простите, что я такой валю в кучу, но это выглядит как куча. Я надеюсь, может, к завтрашнему дню туман рассеется или хотя бы к субботе. Рамштайн, заседание Рамштайна, который был запланирован на 12-е, пройдет в формате онлайн в ноябре и возглавлять его будет Байден. И у меня такой вопрос тут же, в смысле, подождите, должно было быть 12-го октября. Байден не приехал из-за урагана Милтон. Но 19-го, спустя неделю Байден приехал и все на месте. И почему нельзя провести физическое это заседание? Что мешает? А? И почему в ноябре, и почему в онлайн формате под представителем Байдена, а главное, кому в ноябре будет нужен Байден? Это же имеется в виду после 5-го ноября, правда, не до. Кому будет нужен Рамштайн с Байденом, когда он уже не будет президентом США? Ну как? Он уже будет супер хромой, супер уткой, когда уже вместо него выберут кого-то другого. Странно, правда? Мне странно, мне странно. Ох, латынин, латынин, обещал я вам латынин. Слушайте, короче, вчера читаю тоже Фейсбук, и кто-то из вас, дорогие зрительницы, пишет следующий текст. Слушайте, я прочитала последний пост латыниной и о-му-е-ла. Ну там не мэ была буква другая. Думаю, надо еще, можно же сейчас по-му-ейт с латыниной, думаю, неужели что такое? Там, к счастью, была ссылка, иначе я не нашел. Вы знаете, я прочитал и тоже о-му-е-ла от латыниной. Вообще возник вопрос, а как она вообще командовала очисткой, эта самая латынина? Как она вообще брала интервью у людей? Что с ним такое? Странно, нет? Короче, я вам сейчас куски, только куски, со своими комментариями. Украину ждет обруш... А, я вспомнил, кстати, когда прочитал эту самую хрен, все, я вспомнил, что год назад, практически прошел год, когда я сделал исторический стрим под названием Алтынина и Ларистович, где разбирал прям по косточкам, по словам, да, слово за слово, разобрал известный стрим, их стрим, ихний стрим, где они предрекали поражение России, предлагаю, извините, предрекали поражение Украине на фронте. Год назад они это предрекали, но как-то не сбылось. Вот что пишет Алтынина сейчас, это вчерашний пост. Украину ждет обрушение фронта, вызванное абсолютной неадекватностью президента Зеленского. Я такой сижу в то, кого, куда, значит, ждет обрушение фронта, по мнению Алтынина, Украина, вызванной неадекватностью президента Зеленского. Ну, начнем с того, что у нас на фронте там миллион человек. Ну, хорошо, миллион в армии, на фронте полмиллиона. А в представлении Алтыниной, как бы, это с наганом бегает Зеленский, неадекватный вдоль окопов, и он решает все в одно лицо, что ли? Там есть Сырский главком, там есть командующие бригадами, родами войск. Они как-то сами справляются с этой войной. Это не Зеленский с наганом командует, чтобы его, не знаю, откуда взялась в голове Алтыниной неадекватность, вызвала бы обвал фронта. Мало того, она обвал фронта обещала год назад. И где, товарищ Алтынина, ваш обвал фронт? Нету, правильно? Вы знаете, раньше я ее критиковал и разбирал по косточкам для того, чтобы она, Алтынина, чтобы ее аргументы вы в начале войны ей верили. Многие ей верили в начале войны. И поэтому вам было особенно больно слышать от Алтыни какие-то вещи, потому что вы говорили, как, ну, то есть действительно, так все плохо. Ведь это же, Латынина, на которую я верю, говорили вы. И я вас понимал. Но сейчас это все превратилось в какую-то пародию на, даже не на журналистику уже, не знаю на что. На что эта пародия? Интересно. Значит, она обвиняет Зеленского в неадекватности. Нет, но я понимаю обвинить в неадекватности там, не знаю, какого-то престарелого лидера. Зеленский неадекватный. Дальше. Он живет в альтернативной реальности. Зеленский живет в альтернативной реальности? Или Латынин живет в альтернативной реальности? Мне кажется, у кого чего болит, тот о том и говорит. В смысле, вот человек живет точно уж в самом центре реальности, ежедневно получая все доклады от всех своих командиров, ежедневно общаясь с мировыми лидерами. Он на прошлой неделе встретился с каждым из мировых лидеров, кроме Байдена. Он сегодня в Брюсселе в Еврокомиссии. А Латынина нет. Откуда берет свои сведения Латынин? Все, что я сейчас расскажу дальше, где она все это набирает? У каких уродцев вообще мне интересно? Что она выдает это за факты? То, что я вам сейчас расскажу. Он требует от США и НАТО, чтобы те вступили за него в войну с Россией. Это откуда? Он требует от США и НАТО, чтобы они вступили за него. Вы слышали такое? Требование. Зеленский приходит. Сенат, я требую от вас, чтобы мы вступили в войну с Россией. При том, что США говорили, что не собираются этого делать. Ну да, говорили, только никто от них ее не требует. Ну дальше там, ладно, про то, что надо ослабить Россию, все понимаю, задача выполнена, да, все понимаю. Дальше. Дальше она пишет следующее, это очень долго. То есть, человек в апреле 2022 года это про Зеленского отказался подписать Стамбульские соглашения, потому что ему сказали, что у армии дойдут оружие воевать, чтобы ослабить Россию. То есть, опять она возвращается к теме Стамбульских каких-то несуществующих соглашений. Стамбульские соглашения существуют только в голове Путина. В голове адекватных людей были разговоры в Стамбуле. Переговоры в Стамбуле были, соглашений не было. Но их не было. Соглашения это когда кто-то на них согласился, а никто ни на что не соглашался. Поэтому были переговоры в Стамбуле. И да, по результатам этих переговоров украинская сторона отказалась что-либо подписывать, потому что там предлагали капитуляцию, и украинская сторона отказалась подписывать капитуляцию. Так, теперь дальше. Вот тут меня насторожило, потому что у ФИЦа дословно те же слова. Дословно повторяю, дословно. Значит, смотрите, пишет Латынина. Дадут возможность положить сотни тысяч с обеих сторон, и все это время он будет оставаться у власти. Упс. А что это за сотни тысяч с обеих сторон? Это же ФИЦа сегодня сказал. А что, случайно ФИЦа и Латынина просто случайно сказали одну и ту же фразу в один и тот же день, ну, то бишь, вчера оба, или им прислали из одного и того же места, и мы знаем из какого эту фразу. Дальше. Дальше надо наезжать на телемарафон. Ну, мы сами знаем, что телемарафон у нас уже как бы отмирающий жанр. 40% разворованные гуманитарки. Вот это откуда? Не, ну, откуда вот это, в голове этой, с позволения сказать, да? Откуда взялось 40%, вы видели 40% разворованные гуманитарки? Разворованные деньги на укрепление. Значит, весь этот, вот тут, видимо, это то, из-за чего она взбеленилась. Весь этот пир духа, это про нас, включая генетических рабов, репарации, рашка развалится, коллективная ответственность, акулийкейс. О, вот откуда ножки-то растут у Латыниной. То есть, кто-то там, от кого она услышала про генетических рабов, тут не знаю, сам не говорил такого. Репарации ей не нравятся, ей не нравится, что от России требуют репарации, так получается. Ей не нравится, она считает, что не должна Россию выплачивать, да? Россия развалится, ей не нравится, что Россия развалится. Коллективная ответственность, ей не нравится коллективная ответственность россиян. Так десятки миллионов россиян, замешанные в этой войне, напрямую. Они не должны нести ответственность. Акулийкейс, Акулийшрер это вот, бывает только в Машеловке. Акулийкейс это к ним с Арестовичем, это не к нам. И вот он подходит к концу. Пердуховню подходит. Фронт трещит и гнется. А Зеленский ставит ультиматум и западу. Причем, говорит, кстати, укрепление за Углидаром снова не выстроили. Четвертый раз. Сначала исчезли деньги на укрепление за Авдеевкой, потом на Харьковском бре, потом под Покровском. Теперь за Углидаром. Это что-то немыслимое. Такого не было даже у китайцев в опиумной войне. Но зато Зеленский ставит ультиматум уже западу. Что с этим человеком вообще? Бывают такие случаи, когда начинаешь задумываться. Ну ладно, ты мог ее заподозрить в сотрудничестве, как говорится. Но сейчас-то другой случай. Мне кажется, это клиника, нет? Она сидит и как будто она где-то там у себя, я не знаю, где она сидит, но она где-то там знает больше, чем Зеленский, больше, чем мы про эту войну, больше, чем наши солдаты на фронте. Вот откуда она взяла всю эту чушь? Вот блин, не знаю, ей надо в Москву ехать работать, мне кажется. Ей надо садиться и ехать в Москву. Потому что это вот прям, это я русский. Я брешу до конца. Ха-ха-ха-ха-ха! Человек просто уперся, вот надо ей, ей поручили поливать говном Зеленского. Она поливает говном Зеленского. А то, что она брешет до конца, ее как бы совершенно никак не задевает. Вот. Ну, что на фронте? 1420 россиян, 17 БТРов, а, 17 танков, 33 БТР и 51 артиллерийское орудие, а значит, интенсификация очередная военных действий. Россияне, 56 беспилотников по нам запустили, 22 мы сбили. Часть беспилотников, как мы вчера выяснили, фальшивые. Но, к сожалению, пять попаданий беспилотниками по объектам нашей энергетической инфраструктуры вблизи, а нет, просто инфраструктуры, извините, вблизи с линии фронта. В Подмосковье хорошие, добрые люди расстреляли в упор высокопоставленного ГРУшника, заместитель командира Центра подготовки сил спецопераций вооруженных сил Российской Федерации Никита Клинкова. Его деноцифицировали прямо в Подмосковье. Он приехал в тот день с фронта, отсюда, с оккупированной территории, был расстрелян в упор в деревне Меленке в собственном автомобиле. Да, под ними будет гореть любая земля, не только украинская, а как еще. Украина в ближайшее время начнет поставлять... Ой, Господи, простите, заговариваюсь сегодня. Погода меняется. И отношение мое тоже. Франция. Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине дроны-камикадзе собственного производства. Они были успешно испытаны и вскоре поступят в распоряжение наших вооруженных сил в ближайшей неделе. Так что у нас прибавится беспилотничков-то. А вот у России не прибавится, потому что разведка в Великобритании заявила о сбитии России собственного новейшего дрона. Дорогостоящий и позорный провал, пишет британская разведка. Беспилотник С-70 «Охотник». Разрабатывался 10 лет. Разрабатывался он тем же концерном СУ. С-70 он называется потому, что разрабатывает его компания «Сухой». Находился в разработке не менее 10 лет. И вот был сбит собственным ПО. Вполне вероятно, что Россия ждала до последнего момента, прежде чем разрешила задействовать БПЛА для сбивания. А, короче, этот «Охотник» С-70, извините, он сошел с ума, начал нападать на самих россиян, они сами его сбили. Вот такая вот произошла детективная история. Но почему я не удивляюсь? Потому что СУ, СУ, СУ это, помните, «Сухой суперджет» есть у россиян, такой самолет, который тоже постоянно разбивается или сгорает вместе с пассажирами. И вот сейчас россияне вынуждены на нем летать, пока казахи не помогут по доброте душевной. Но приходят из России хорошие новости. Приходят реально. Отпустили из тюрьмы Алексея Маскалева, человека, который сидел за то, что его дочка нарисовала в школе антивоенный рисунок. А ему за это дали два года тюрьмы. И вот он вышел из нее. Вышел из этой тюрьмы. Его встречала дочка, подросшая уже, конечно, уже даже с собакой. Дочка, собака встречает папу своего, Алексея Маскалева, который отсидел за нее два года. И хочется сказать Алексею Маскалеву, дочке и даже, главное, собаке, бегите, бегите, руки в ноги и бегом, чебурдан на плечи, ноги в шузы, все. Валить вам надо срочно валить из этой стороны. Вы завтра окажетесь обратно. Ну завтра, ну перестаньте. Вот вас будет искренне жалко. И вас, и вашу собаку. Слушайте, ну как вы? У вас дочка рисует антивоенные рисунки. Вы отсиживаете за это в тюрьму. У вас есть собака. Наверное, вы все хорошие люди. Вам пора оттуда в срочном порядке валить. Нашлись, кстати, еще одни хорошие русские в Берлине. Группа юристов из Российской Федерации, я так понимаю, беженцы. Они представили проект-законопроект. Проект закона о реабилитации пострадавших от путинского режима. Да, ну естественно, понятно, что это они, так сказать, рисуют виртуальную прекрасную Россию будущего. Но я все время задавался вопросом. А есть ли в российской оппозиции люди, которые готовы по-настоящему после войны, так сказать, предпринять шаги для учащения Российской Федерации? И вы знаете, вот это не знаю, я не знаю имен этих юристов. Над проектом 9 месяцев работали 20 правозащитников, часть из которых, кстати, находится в России. В число авторов вошли. Вот руководитель проекта поддержка заключенных Сергей Давидес, правозащитник Олег Козловский, бывший представитель Совета Мемориала Александр Черкасов. Ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть часть из них еще и в России находится. Презентовала концепцию основательницы Ковчега Анастасия Буракова. И вот что интересно, что они предлагают после Путина, так сказать. Отменить все статьи УК, которые политические, то есть дискредитация армии, военные фейки, иноагенты, и все это полную чушь. Значит, все это демонстрация запрещенной символики, призывая к сепаратизму, оскорбление чувств верующих. Все это отменить. Но, что касается нас с вами, жителей Украины, они предлагают, значит, выдать нам своих убийц, выдать на международный суд, выдавать граждан России. То есть отменить пункт, что Россия, мол, своих не сдает, и что теперь те, кто совершали уголовные преступления на войне, должны быть выданы международным судам. Мне кажется, этот пункт самый важный. Я чуть ли не впервые сейчас услышал его на каком-никаком юридическом уровне от россиян. То есть есть еще честные люди. Ну и еще одна такая же неожиданная новость совершенно из России, тоже яркая, светлая, хорошая, то есть отражающая такой абсолютный гуманизм и добро. Путин, Песков, Песков, пресс-секретарь Путина заявил, что у Путина нет проблем со здоровьем. У Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Его регулярная обследование в центральной клинической больнице это лишь стандартная процедура диспансеризации, заявил Песков. Ну а так как мы знаем, что Песков всегда врет, то это блестящее, дающее нам всем надежду новость. Вот я начинал с новости, дающей надежду, с новости о том, что нас примут в НАТО 33-ми или 34-ми. И вот вам еще одна блестящая новость о том, что оказывается у Путина нет проблем со здоровьем. Но пока нужно готовиться. Мы, конечно, хотим мира в этом смысле, но готовимся к войне, причем, слава богу, все. Вот Латвия на 80% завершила строительство забора на границе с Россией. А перейдив график, построено 80% забора, 222 километра из 283. Вот. Закончили на 3 месяца раньше срока. Но что я хочу сказать, дорогие латыши, при строительстве забора надо учесть срок, за который крокодил вынашивает яйца. Я что узнал? Самка откладывает крокодила от 15-ти до 70 яиц, но откладывает их в январе-феврале. А потом 14, это после 14 недель после спаривания. И потом 70 дней еще их высиживает. То есть они вылупляются только через 70 дней. Поэтому 14 недель назад нужно было спаривать. Ну, можно сейчас спарить крокодилов. В январе-феврале будут отложены яйца, и только через 70 дней, то есть получается только к весне, будут нормально крокодилы. Ров вы уже выкопали. Ну, дальше вы поняли, да? Все, лайк, подписка, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова